Забудьте о стандартной мебели. Берлинский дизайнер Жаклин Брох Оберман делает ставку на индивидуальность. У нее вы можете выбрать любой узор, любой мотив, и она нет ни наклеит, а нанесет его на поверхность мебели специальными красками. Цветы, узоры в стиле арт-деко, ретро или модерн. Вы можете быть уверены, такой стол или шкаф будет только у вас. Скажем, у заказчика есть красивый ковер или обои, и он хочет подобрать к ним мебель. Он может просто сфотографировать свой интерьер и принести или прислать фотографию мне. Потом мы вместе подберем идеальную раскраску для его мебели. Ян Штенс – постоянный заказчик в мастерской Жаклин. Он уже заказал здесь ширму, а теперь пришел за журнальным столиком. На выбор 11 различных моделей, каждая из которых может быть дополнительно доработана в соответствии с пожеланиями заказчика. Для нанесения краски поверхность должна быть обработана специальным образом. Максимальная толщина доски составляет 4 сантиметра. Хорошо, что по основному образованию Жаклин – столяр. Я использую доску или фанеру, но исключительно из древесины. Они ровные, на них можно хорошо наносить краску. Волнистое дерево было бы невозможно закладывать в машину. Кроме того, фанера, даже качественная, значительно дешевле цельной древесины. Вместе с график-дизайнером Яном Кюснером Жаклин обсуждает рисунок. Орнамент должен как будто убегать за пределы стола. Тут важна точность. Машина для нанесения краски устроена как струйный принтер, только очень большой. Эта технология – результат многомесячных экспериментов. Сначала мы экспериментировали с овсетной печатью. Это тоже очень здорово. Можно, например, печатать золотом. С цифровой печатью это невозможно. Но овсетная печать очень трудоемкий, а потому дорогостоящий метод. Метод, разработанный Жаклин, куда дешевле. К тому же быстрее. Всего 15 минут и краска впиталась. Сквозь нее просвечивает дерево. Выглядит здорово. Над каждым заказом Жаклин Брой работает от четырех до шести недель. 600 евро будет стоить такой столик. Осталось покрыть лаком и смонтировать. Заказ готов. Это самый лучший момент. Сначала делаешь эскиз, начинаешь работать, потом печать. Но когда вещь наконец готова, это очень приятное чувство. И у заказчика Яна Штенса тоже есть ощущение, что и он поучаствовал в творческом процессе. Мы вместе немного поменяли цвета и мотив, и лишь потом заказ ушел в печать. Так что я, можно сказать, являюсь автором. А главное, у Яна дома появился теперь совершенно уникальный новый стол. Субтитры создавал DimaTorzok